Не застревайте в текстурах. Мой прошлый ролик по Dragon Bones хорошо оценили как зрителям моего канала, которых я пытался заинтересовать созданием анимаций, так и просто оказался полезен для тех, кто пытается разобраться в этой программе. Честно скажу, что положительные отзывы меня очень порадовали, и на такие ролики мне не жаль тратить свое время. И я обязательно продолжу эту тему с примерами, у меня уже есть отнятый материал, который может быть полезным для начинающих. Помимо отзывов в комментариях также был вопрос, а не выгоднее ли делать полноценную 3D модель, а не работать псевдо 3D эффектом. Потому я взял скетч и записал, как из него получить трехмерную модель, которую потом можно будет загрузить в игровой движок и как-то использовать. Вопрос на самом деле очень правильный в том плане, что 3D модели дают больше гибкости в последующей работе, но и также требует куда как больше трудозатрат. И данный урок будет логичным продолжением истории, где мы делали сперва 2D анимацию, потом 2,5D, но сейчас полностью трехмерную. И в конце расскажу про затраты по времени. И начать бы я хотел с видеоэффектов. Кстати, я не говорил вам, что геймдев и создание видео находятся где-то рядом. Но тогда сейчас скажу. Так как идет работа с 2D 3D графикой, то принципы работы остаются примерно теми же самыми, но конечно со своей спецификой. Вот сейчас на экране вы наблюдаете фотореалистичную трехмерную графику, которая довольно просто сделать даже начинающему. И фотореализм достигается тем, что такие сцены делаются как раз из одной фотографии с помощью достаточно простой трехмерной геометрии. И это часто используют как в создании видео, так и игр. Вообще, когда начинающих 3D дизайнеров учат моделирование, то они там натужно моделируют вазы, кубики, какие-то самолетики простых форм, пытаясь научить инструментарию моделирования. При этом результаты частенько выходят довольно грустные. Если бы я учил графики, то начинал бы с этих простых вещей и с помощью проецирования фотографий можно получить вполне качественный вид, воодушевившись итогом, ну а потом приобрести уже полноценные навыки моделирования, создания текстурной развертки, а также обработки материала по следующему рендеру. Основной принцип работы можно описать довольно просто. Ставится проектор, проецирующий что-то на стенку. Здесь же у нас проецируется на геометрию. Потом мы снимаем эти текстуры, получается у нас трехмерная сцена, которую мы можем крутить, накладывать эффекты и получать хороший вид. Это очень часто используется в фильмах. В своем детстве я думал, что какие-то крутые сцены, которые мы можем наблюдать на экране, то их делают большие специалисты, которые там очень сильно загоняются, моделируют чуть ли не каждый камешек. Делают их конечно специалисты, но которые освоили очень простую технику, где например на кубике мы можем спроецировать фотографию и сделав довольно много этих кубиков, то мы можем уже работать со сценой, крутить ее и получать какой-то очень качественный вид. Вот здесь сильнее немножко загнались и можно уже получить более впечатляющие эффекты. Помимо проецирования уже готовой какой-то картинки. Ничто не мешает вам, например, в фотошопе дорисовать какие-то моменты и сделать это гораздо быстрее, чем делать 3D геометрию. И это очень часто используется, например, в интерьерных каких-то вещах. И самое сложное здесь, это правильно выставить проекцию. То есть вот здесь, например, вы можете наблюдать, как в фотошопе используются инструменты, помогающие правильно выставить камеру, ее углы, повороты и все остальное. Со скетчами, когда мы работаем, чуть-чуть сложнее, потому что некоторые скетчи не идеально выдерживают геометрию, но все равно плюс-минус мы можем сделать что-то впечатляющее. Делать это, конечно, приходится не как здесь, вот выставляя все направляющие. Нужно будет делать на глазок, но в любом случае мы очень сильно себе упростим работу. И сейчас я вам покажу, как все это полностью делается. Как и прошлый урок, он будет достаточно сильно ускорен, и кому нужно будет рассмотреть какие-то детали или особенности, включайте пониженную скорость на ютубе. Он все это позволяет сделать. Ну а я сейчас буду начинать свой рассказ. И начнем мы, конечно же, с того, как будем брать какой-то скетч и грузить его уже в трехмерную программу, выставлять его во вьюпорте и дальше уже с ним начинать работать. Здесь нам очень сильно повезло, что проекция плюс-минус совпадает с сеткой в перспективе. Поэтому мы просто создаем камеру, которая уже будет проецировать вот эту же самую картинку на геометрию. Далее мы создаем материал, выставляем его, вставляем на него модификатор камеры и выставляем, собственно, саму камеру. И, как вы видите, все. У нас картинка проецируется на геометрию. И все, что нам остается делать, это плюс-минус подгонять эту геометрию по то, что мы видим на экране. Кстати, еще сразу бы хотел закрыть один момент. Я работаю в 3D Max и Blender. 3D Max, честно, мне гораздо привычнее. И если вы хотите его использовать, то можно его не опирать, а получить на халяву. Autodesk позволяет получить не только какие-то лицензии индийские или еще что-то, но плюс у него еще есть студенческая лицензия. По-моему, выдается то ли на 5 лет, то ли на 8, я уж не помню. То есть, просто прикинувшись студентом, вы можете бесплатно получить программу, в которой уже можно будет работать. А 3D Max до сих пор много где используется, то есть как в продакшене, так и в пайплане, так что умения и навыки работы с ним достаточно полезные. Ну и, собственно, большую часть следующего видео мы сейчас будем пытаться видеть, как я подгоняю геометрию. Здесь обратите внимание на принцип, что проецируется текстура с правого нижнего угла, где выставлена камера, а уже в других вьюпортах мы можем смотреть и подгонять расположение вертексов и всего прочего. И самое главное, нам сперва выставить хотя бы 2-3 объекта. То есть какие-то, ну знаете, они, наверное, будут ключевые. После того, как мы их выставим, то есть мы прикинем, что не только в одном вьюпорте все хорошо выглядит, но и во всех остальных. То есть мы какие-то, ну привяжем основные углы, основные размеры, то дальше моделить будет в разы проще. И в самом начале нужно стараться использовать как можно более простую геометрию. Здесь сама геометрия не требуется особо сложной, но при этом я буду очень сильно забивать на правильную топологию. Она здесь совершенно ни к чему. То есть вот быстренько сдаем куб, режем его грани, тягаем вертекс и edge, и получаем что-то более-менее неплохое. Ну и как вы видите, уже даже на этом моменте мне приходится уже созданный объект модифицировать по сравнению с другим. И здесь самое сложное, это представить, что ты смотришь на мир не только с одной точки зрения, но и сразу немножко с другой. То есть видите, верхний вьюпор чуть отличается, и когда мы двигаем там или вьюпор, вправо, то на нижнем чуть вертексы двигаются по-другому. Как только вы словите этот момент, дальше делать все будет в разы проще. Ну и опять же, ничто не мешает в любой момент вам все это подвигать. И как раз принципы 3D Max, у которого всегда можно вернуться в стеке модификаторов ниже и что-то поменять, они позволяют работать очень просто, гибко и удобно. Ну и тот же Blender, он постепенно стремится к этому. Я вот, например, тяжело переучиваюсь на эту программу, потому что никак не могу словить принцип, где ты не можешь вернуться на шаг назад и поправить что-то на предыдущем стеке. Ну вот здесь мы постепенно обмотеливаем основные объекты, основную геометрию, и все более-менее хорошо получается. Мы здесь выставляем основные высоты, основные какие-то контуры, проверяем, что более-менее выходит. Нужно, конечно, стараться ставить точки как можно точнее, но все равно не избежать артефактов. И чуть дальше я буду рассказывать о том, как их можно будет поправить. То есть все равно у нас какие-то там редактуры, итоговые результаты будут присутствовать. Это я говорил уже во вступлении, но скажу чуть подробнее сейчас. То здесь мы также делаем на самом деле базовые вещи, как low-poly моделирование. Здесь мы особо стараемся не нагружать сильно геометрию. И в чем большой плюс? Что здесь мы сразу же получаем на себя проекцию текстуры. Если при обычном моделировании мы сперва делаем какую-то геометрию, потом создаем у нее текстурные координаты и настраиваем их, то тут, проецируя изображение на какую-то геометрию, нам быстрее получится выставить и сами текстурные координаты, и получить текстуру, которую можно потом будет редактировать. В этом, собственно, и вся суть. Сейчас мы берем, используем скетч, который довольно фэнтезийный, простенький. До этого я вам показывал, как это используется в видео, где берется обычная фотография, и можно спроецировать фотографию, например, своей комнаты, и также с ней обработать, дорисовать какие-то элементы. Опять же, стоит понимать, что делая что-то в 2D, это все можно сделать в разы быстрее. То есть двухмерная графика, она делается в 2-3 клика, с трехмерной графикой приходится повозиться. Сразу не буду скрывать, что вот, например, на эту сцену мне пришлось потратить, ну, по-моему, порядка 12 или 18 часов. То есть это как создание базовой геометрии, потом создание текстурных разверок, потом это все экспорт, и дальше это все нужно было обработать и привести в более-менее толковый вид. Но об этом поговорим немножко позже. Пока вот я накидываю основную геометрию камня, после которой оставшийся уже будет домоделивать в разы проще, в разы быстрее, и этот шаг я пропущу. То есть кому все интересно, можете на пониженной скорости посмотреть, как все это делалось. Ну, здесь все довольно просто. То есть мы обрисовываем основные камни, выставляем их высоты, потом все это немножко модифицируем, приводим вид, ну и дальше собираем целиковую сцену. Принципы моделирования, повторюсь, самые простые. То есть low-poly, режем edge грани, вытягиваем, и у нас получается что-то более-менее. Ну и вот теперь давайте посмотрим все те объекты, которые у меня получились. То есть вот постепенно скетч был разбит на трехмерные объекты, текстура с нижнего вида спроецирована, и как вы видите, все крутится и все хорошо. Здесь только можно заметить небольшие косяки у некоторых объектов, где видите белые подтяжки, которые нужно будет потом зарисовать. Ну и второй еще момент, что когда мы крутим, то на некоторых объектах опять же есть проекция другого объекта, и нам все это нужно будет постепенно закрасть. Чтобы это сделать, нам нужно вот эту проекцию перевести уже в реальную текстуру, а для этого нам нужно создать текстурные координаты, которые опять же в 3ds Max делаются модификатором. То есть вот мы повесили модификатор, сменили у него канал с первого на второй. Это очень важно опять же в 3ds Max и понадобится нам при переносе с первого текстурной координаты, именно с проекцией, на уже итоговую. Вот здесь видите текстурные координаты в каше, и здесь нам достаточно выбрать метод разложения флаттером. Единственное, нужно выставить небольшой разброс, чтобы когда мы будем рисовать, не заезжать на другие текстурные части. Но все остальные настройки дальше достаточно простые. То есть нам нужно указать, что у нас канал второй, на который мы переносим, переносим с первого, ну и создать материалы. После рендера у нас получится вот такой вот вид этой самой текстуры. И дальше мы уже работаем не с проекцией, а с полученной текстурой. То есть нам нужно в материале перенести его вот на геометрию. Ну а дальше мы начнем уже более-менее творческую работу, замазывать все косяки, которые получились при экспорте. То есть вот сейчас для наглядности я загрузил Photoshop, и видите, мы закрашиваем какие-то элементы, косяки и все прочее, и в 3ds Max вид у нас получается уже более-менее. Вот так вот работали, можно сказать, по старинке, когда не было более продвинутых инструментов. Но пример показывает то, что если у вас под рукой есть всего лишь какая-то двухмерная программа, то вы без проблем можете... Ну, без проблем, конечно, громко сказано. Как вы видите на экране, даже сейчас я пытаюсь словить разные части текстуры и текстурных координат, чтобы они выглядели более-менее ровно. Закрашу их, но все равно получается что-то более-менее. Но сейчас в следующем примере я покажу, как можно это использовать и модифицировать в других программах. Но даже вот этого простого момента было, как вы видите, достаточно, чтобы камень у нас уже стал выглядеть более-менее. Ну, опять же, более-менее вот здесь нужно небольшой косячок подкрасть. Ну, давайте использовать наконец-то более продвинутые инструменты, которыми тоже можно обучиться работать. Я для этого использую Substance Painter. Довольно старая программа, купленная у меня в Steam. Сейчас вы можете найти как пиратскую версию, так и какие-нибудь другие аналоги, но в любом случае. Мы экспортируем модель, грузим полученную вперва из 3ds Max текстуру. И здесь мы уже в трехмерном пространстве можем брать и рисовать поверх модели. В свое время это был дикий прорыв. Сейчас, как бы, это тоже очень важная и полезная вещь. Ну, как вы видите, мы можем крутить модель в любом виде и на ней рисовать. И получается это тоже своего рода, знаете, проецирование. Только проецируем мы здесь не фотографию, хотя можно и это, а здесь мы проецируем кисточку и потихоньку спокойно дорисовываем. Это, конечно, удобнее делать с планшетом, который у меня сейчас под рукой нет. Но, в принципе, мышкой можно справиться вполне нормально. То есть, самое главное, что нам нужно для таких вот вещей, это убрать косяки, которые есть на стыках при экспорте, и зарисовать те моменты, где текстуры с одного объекта проецируются на другой. Когда мы закрасим все эти вещи, дальше уже работать можно будет гораздо удобнее. Ничего не мешает потом все это сделать, докрасить еще сильнее. Но будем делать все постепенно. И вот здесь можно загрузить как один целиковый объект, так и группу объектов. Самое главное, чтобы у каждого материала было свое название. Тогда мы можем загрузить на каждый отдельный объект отдельный материал и отдельно с ним работать. Это иногда неудобно, иногда наоборот удобнее. Но Substance Painter позволяет делать все очень по-разному. То есть, вот здесь вы можете наблюдать, как на каждый объект я накидываю те текстуры, которые экспортировал еще 3ds Max. Гружу их, мы получим итоговый вид. И опять же, вот видите, есть большое удобство, что я здесь ошибся, и какие-то объекты отдельный материал не назначил. Все это опять же мы берем, экспортируем. Через меню грузим модель заново, и он потом сам все обновляет. То есть, очень удобно, очень классно. И здесь уже получается вид, как вы можете обратить, не только двухмерный, справа как в 3ds Max, но и трехмерная модель. И постепенно, аккуратно, неторопливо мы начинаем все это закрашивать. Времени это занимает, кстати, тоже очень немало. До того, как я стал работать в крупной фирме, то я думал, что такие вот вещи рисуются, знаете, там, за час, за два. Но, чтобы создать текстуру полноценную на объект, в крупных фирмах тратится до трех дней. То есть, первый день, это когда вы делаете базовые настройки и что-то там разукрашиваете. Второй день, вы получаете ответ от лида, который говорит вам хорошо, нехорошо и что нужно поправить. Ну и третий день, вы уже все доделаете по его правке. То есть, вот пример на то, что мы делаем, может уйти до трех дней. Я справился чуть быстрее, но и результат я старался делать, конечно, не самый качественный, а лишь бы можно было проиллюстрировать свою идею и рассказать вам. И вот так вот мы постепенно объект за объектом будем все докрашивать. Я бы вам советовал начинать с тех вещей, которые в первую очередь в глаза бросаются. То есть, я вот сейчас очень много кручу камеру и смотрю. Здесь вот с прошлой проекции вылезает объект. Его обязательно нужно закрасить. Потом здесь, видите, белый кусок тоже со скетча виден. Его тоже нужно закрасить. Когда мы накидаем основные массы объектов, дальше уже можно переходить более творческим элементом. То есть, например, на нефотореалистичных объектах часто делают такую вещь, как градиент сверху к низу. То есть, можно потом делать низушку чуть темнее, чем вверх, ну как бы симулируя освещение. И это тоже базовая вещь, что никогда объекты не закрашиваются однотонно. Но здесь и так более-менее все это дело сохраняется. Но для большей артистичности можно будет потом все это докрасить. Опять же повторюсь, я здесь делал как урок обучалку, поэтому особо не загонялся. Делал простенько, аккуратненько и спокойно. И даже этого потом в итоге вышло для того, чтобы получить хороший вид. Вот опять же мы здесь потихоньку все закрашиваем. Здесь я немножко разогнался. Тут какая-то часть нужно было оставить. Опять же, смотрите, мы здесь красим сейчас каждый объект отдельно. Когда мы пройдем основную массу, вот этих всех косяков закрасив, мы получим уже более-менее чистую болванку. И потом ничего не будет мешать нам посмотреть, что, например, объекты рядом стыкуются как-то странновато. И взять цвет с одного объекта, ну, представим, например, что там где-нибудь внизу у нас мох произрастает зеленый. И мох перенести с одного объекта на другой, тем самым их как бы соединив. То есть сейчас мы рисуем то лишь на одном объекте, но потом можно распространить влияние там цвета еще чего-то на другой. В общем, все эта программа позволяет, и как вы видите, это в разы удобнее работать, чем в фотошопе. Сейчас, кстати, фотошоп тоже позволяет работать с трехмерными объектами, но, честно, я не пользовался так часто, как с тем же пейнтером. Потому здесь мне было работать в разы удобнее и быстрее. Ну, и как вы видите, все происходит, в принципе, более-менее быстро. Из того, что еще можно посоветовать, я редко рисую полноценной кистью стопроцентной, которая сразу 100% цвета переносит. Обычно ставлю 20-30. Это позволяет делать более плавные градиенты, более, ну, проще эти все вещи делать, но при этом все это выходит чуть подольше. У тех, кого рука набита, могут рисовать и полноценным цветом. Ну, вот мы здесь потихоньку сейчас подходим к тому, что я рассказывал, когда мы красим один объект и начинаем переносить какие-то элементы, как вы видите, на другой, чтобы их соединить, чтобы они казались целиком. Ну, и так вот постепенно закрашиваем. Два объекта соединяются. Ну, опять же, продолжаю пиорить Substance Painter. Здесь опять так же все рисуется по слоям, то есть в любой момент можно какой-то слой скрыть, убрать. Либо использовать метод наложения, так скажем, с петлей темнее. Все это позволяет работать, все это достаточно удобно и точно так же, как в Photoshop. То есть в первое время, когда я переходил, это было классно. Единственное, в этой старой версии у меня, по-моему, нет клонтула, но это не сильно важно. То есть в следующих версиях он появится. Ну и вот, собственно, мы уже здесь потихоньку заканчиваем. Нам останется сейчас дорисовать главный постамент и получим более-менее хороший аккуратный вид. Ну и как вы можете наблюдать, вот здесь, например, я камень только что закрашивал, как бы имитируя свет, который исходит из центра. То есть, другими словами, можно сказать, что я делал только что-то объект, на котором запек освещение. Примерно по такому же принципу работают и движки, и какие-то вещи, когда мы из динамики запекаем что-то встать. Здесь нам это все не сильно важно. Многие игры до сих пор так работают, не только мобилки, но и даже на ПК. Потому, изучив эти принципы, вы можете создавать модели для игр, я не знаю, типа Dota 2 и еще чего-то такого. Ну и также, как я вначале говорил, для фильмов. То есть, базовые принципы здесь видны, понятны, и все, что получается, все прекрасно видно. Ну вот, мы тут дорисовали тени, смотрим. Ну и, в принципе, все получается более-менее. Единственное, здесь вот сейчас небольшое расхождение со скетчем. Ну тоже, опять же, дорисовываем. Ну и получилось неплохо. Дальше из Substance Painter все это дело можно экспортировать, опять же, в текстуры по разным каналам и грузить, собственно, как сам по себе 3D Max, так и, например, в игровые движки. То есть, сейчас я вот экспортирую отдельно в папку, все материалы сохранились, грузим, и дальше можно с этим делать уже что угодно. Ну, например, там, настраивать камеру, рендерить. Опять же, по времени, повторюсь, что заняло это примерно 18 часов. То есть, некоторые моменты обработки я пропускал и создание объекта. Но, на самом деле, когда мы создаем в Dragon Bones какие-то модельки, то это тоже занимает, например, порядка 10 часов просто разрезать объект на части и привести к виду. Здесь мы также, получается, резали на части только уже в 3D. А здесь вы уже на экране можете наблюдать, как я все это дело загрузил в Unity, накинул небольшие эффектики, небольшое освещение, и можно дальше это уже использовать в игре. Ну и, как вы понимаете, таким образом можно переносить совершенно любые объекты, то есть не только вот такие вот фэнтезийные, но и какие-нибудь скетчи. И вот, опять же, я недавно делал объект, где мне нужно было сделать анимацию. Здесь, вот видите, был 2D. Я, опять же, теми же сам принципе создал 3D объект, но анимировать его получается уже в разы удобнее. То есть, то, что нельзя было проанимировать в 2D, например, вот как открытие ящика полноценное, здесь делается без проблем. Ну а дальше уже по принципам Disney создать небольшую такую стилизованную анимацию без проблем. Ну а потом это уже используется в каких-то играх, которые сейчас на мобилах популярны. Ну я надеюсь, урок вам был более-менее понятен, также заинтриговал. И, может быть, вы возьмете и попробуете сделать это сами в любой другой программе. И, обладая этим принципом, вы можете создавать уже что-то более-менее интересное. Ну и не застревайте в текстурах, и удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok